Я вот хотела бы обратить ваше внимание на вот такой аспект – художественное и историческое время Уцанкара. То есть он жил в непростое время, но как он жил и что он отражал в своих произведениях, исходя из своего видения истории, но не только своей личной, истории славянского народа. Тоже может быть сухо, но хочется сказать больше, поэтому буду читать. Историческое время с присущим ему делением на связанные по смыслу и перекликающиеся отрезки прошлое и настоящее будущее может быть предметом изучения науки об истории и одним из видов художественного времени. В данном случае можно говорить об историческом художественном времени. В его основе лежит не только индивидуальная, но и коллективная память, питаемая как хронологической, так и эмоциональной памятью о времени или в отдельных этапах, эпизодах, периодах. И если, как отмечала Людмила Александровна Сафронова, претендующие на объективность исторические исследования следуют хронологической памяти, эмоциональная память, свидетелей или участников событий, выдергивают из прошлого отдельные эпизоды, которые приобретают новую смысловую насыщенность по сравнению с научными текстами. Еще большую способность к вариативности приобретает историческое время в литературных текстах, где авторы в соответствии со своими художественными задачами включают его для организации сюжета, характеристики персонажей и художественного пространства. Что особенно важно, в текстах культуры разных историко-культурных эпох и национальных традиций возникают самые разные образы художественного времени, формируются его концепты, символы, проявляются устойчивые мотивы, постепенно кристаллизуются общие принципы метафоризации времени, тем самым выявляются те особые отношения, в которые человек вступает со временем. Впервые проблема исторического времени в славянской литературе появляется у Валентина Водника в его оде «Лирия возрожденная». Это 1811 год, хотя лишь в достаточно зародышевом состоянии и с опорой на идеи просвещения. Поэт стремится представить историческое развитие элиров, предков-славянцев, с античной эпохи до времен наполеоновских войн. Называет элирию землей, лежащей в центре Европы. Впоследствии его мысли по-своему развивает Францепрешен, своим знаменитым венке Санетов 1834. Для него ход времени, с которым он связывает и свою жизнь, и развитие славянской поэзии, проявляется на отдельных трех этапах, находящихся между собой в особых диалектических отношениях. Первый из них связан с именем легендарного короля Самуа, вождя западных славян, восставших против аваров. В результате восстания возникло одно из первых крупных политических объединений западных и южных славян. Однако после смерти Самуа оно распалось. Для славянцев это было время, когда они наслаждались свободой, счастьем и благоденствием. Поэт не останавливается на детальном раскрытии этой эпохи. Ему достаточно создать символический образ, отражающий эту счастливую пору. Правда, на смену ей приходит время чужеземного гнёта, которое стало следствием распри между самими славянскими народами. Своё упование поэт связывает с грядущим третьим этапом, когда будут восстановлены первоначальные свободы и честь, преодолены распри и чужеземный гнёт, а значит, вернётся реальность прежних благодатных для славянцев дней. Таким образом, у поэта-романтика историческое время и его важнейшие периоды, опирающиеся на гигелевскую триаду прошлого, настоящего и будущего, обретают символико-метафорическое обозначение. У Ивана Цанкара острая потребность ощутить дух времени и стремление выразить его формируется очень рано. Уже в одном из первых литературно-критических работ статьи Антона Ашкерц, 1896 год. Он пытается определить основные черты своего времени и обозначить миссию современного писателя, которую он видел в отказе от идеалистических представлений о жизни и погружения в реальное бытие. Выход на арену жизни. После переезда в Вену в его душе происходит перелом. Он старается ощутить и передать новые звуки и даже запахи времени, его новый дух. На какой-то период увлечения философии Эмерсона, знакомства с современной литературой, европейского символизма, погружения в мистический художественный мир Мэттерлинга-Бодлера уводят писателя в совершенно иное пространство, где вход времени подчиняется другим законам. «Где каждая вещь», — пишет об этом Анна Бодрова, «события, действия пронизаны божественной субстанцией, где всё развивается по духовным законам существования этой прасустанции или вселенской души». Постепенно происходит переосмысление этих взглядов, о чём свидетельствует эпилог к сборнику «Виньетки», о котором сегодня Юлия Анатольевна говорила. В нём выражено его новое видение о развитии современной литературы, тесно связанной с новой исторической эпохой. В его произведениях начинает доминировать внимание к проявлениям реальной жизни и их художественному воплощению. В это же время осмысление художественного опыта русского реализма с его психологизмом и вниманием к диалектике души, а также французского и немецкого символизма и импрессионизма помогают Цанкару активно использовать новые идеи и художественные выразительные средства в созвучной эпохе европейского модернизма. Наряду с этим в творчестве Цанкара, в первую очередь в его прозе, предметом пристального внимания становится проблема исторического времени. Его также волнует вопрос о ходе и ритме исторического развития. Он стремится проникнуть в суть тех процессов, которые неотделимы от судьбы его народа. Писатель, как правило, не дает развернутых описаний того или иного события. Время историческое присутствует в его произведениях в виде экскурсов, воспоминаний героев. Иногда он обращается к совсем давней истории, прозорливо угадывая значимость того или иного явления или судеб как отдельных людей, так и целых народов. Подобные события образуют тематические узлы, мотивы, сюжетные линии его произведений. Можно выделить несколько значимых этапов славянской истории, получивших отражение в славянской литературе. Эпоха раннего Средневековья, эпоха реформации, оставившая глубокий след в сознании славянцев и оказавшая влияние на формирование национальной идентичности. Об этом очень много писала Надежда Николаевна Старикова. Однако наибольшее внимание было сосредоточено на трёх тематических узлах этого отрезка прошлого – деятельность графов цельских по объединению славянских земель, турецких набегах и крестьянских восстаниях XV-XVI века. Цанкар в качестве доминирующей для себя выделяет тему крестьянских пунктов XV-XVI веков и добавляет к ней темы Первой мировой войны и эмиграции. Я попробую как можно короче охарактеризовать их. Это важно для его творчества. Итак, причиной этих народных возмущений – это первая тема – было недовольство нарушением старого закона, старой правды. Целью служило сохранение традиционных по форме и размеру крестьянских налогов и повинностей. Эти трагические события нашли отражение в славянском фольклоре, народных песнях, легендах. Впоследствии они становились мотивами или сюжетами литературных произведений разных авторов. Например, в XIX веке Янастер Дина в своем знаменитом цикле «О горянцах» вставил этот сюжет в одну из повесть под названием «Петер и Павел». А Антон Ашкерц создает целый цикл баллад под названием «Старая правда». В свой цикл Ашкерц включает и балладу «Король Матьяш». В ней с опорой на народную поэзию раскрывает образ короля-защитника. Драгатин Кетте, один из молодых поэтов славянской модерны 80-й годы, тоже задумал написать роман из истории крестьянских бунтов. И также наряду с историческими хрониками обращался к текстам народных произведений. В его архиве сохранилась запись варианта легенды о возвращении на землю знаменитого короля Матьяша, который принесет людям счастье и справедливость. Иван Цанкер не раз обращался к сюжетам и темам народной поэзии. При этом его взгляд на нее и на знаковые для славянской культуры фольклорно-мифологические персонажи порой кардинально отличались от взглядов многих его современников. Это, в частности, отразилось в работе над драмой о крестьянских восстаниях, первоначально задуманной в середине 1890-х годов. В 1901-м в одном из писем брату Карлу он назвал свое будущее произведение «Великой трагедией славянского крестьянства». Тогда же он начал работать с историческими документами, посвященными славянским землям разных эпох. Правда, его расстраивали неполнота и достаточная сухость этих источников. В том же письме он признается «Дело в том, что все эти историки пишут историю мертвой земли, страны без народа, который жил на ней. Ты можешь точно узнать, чьей собственностью была эта земля издавна и до настоящего времени, и как жил, и работал, и мыслял народ, что жил здесь. Этого ты не прочтешь нигде». Однако то, что писателю не могли дать сохранившиеся документы, он старался подчеркнуть из фольклора, народных песен, легенд о том времени, многие из которых создавали символический образ короля Матьяша. Этот знакомый с детства каждому славянцу образ короля-защитника стал одним из центральных в его повести «Бродяга Марка и король Матьяш» 1905 года, хотя он, естественно, обращался к этому сюжету и ранее, и позже, в годы войны. Итак, обозначенное в начале повести в соединении двух пластов, реального и мифологического, реализуется у Цанкара в двух центральных образах произведения. С одной стороны, это реальный герой зажиточного крестьянина Марка, ставший после смерти отца бродягой, после того, как за короткое время пропил и прогулял нажитые предками имущества. А с другой — мифологический персонаж, имя которого ассоциировалось с образом в славянской духовной культуре, ассоциировалось с образом народного доступника. Эти сложившиеся в народной среде предания о далеком прошлом автор вкладывает в уста героев второго плана этой повести. Например, безымянного старика-крестьянина, вот как он характеризует, золотой век славянской истории. В те времена не было ни налогов, ни войны, не выдавало урожая дважды в год, никогда не было ни града, ни засухи, ни домоднений. Люди сидели сложа руки, но имели всего вдоволь. Мои глаза и видели те времена. Но время всеобщего изобилия скоро закончилось, так как люди восстали против Бога и короля, и тогда наступила пора несчастья. И король умер, опечаленный такой неблагодарностью людей, а с ним умерла на земле и справедливость. И теперь, согласно народному преданию, он спит в глубокой пещере, положив голову на каменный стол, а рядом спят его оруженосцы и солдаты, и нужно лишь найти эту пещеру, вынуть из ножа меч короля, разбудить его, и он восстановит справедливость на всей земле. Особую роль в произведении Ивана Цанкара играет вставная повесть о печальном конце Али Паше, которую Марка, находящемуся в состоянии полубодрствования, полусна, рассказывает его герой-двойник Грегор. В нем причудливым образом соединились история умирания некого процветающего края, жителей которого обокрал и сделал рабами на собственной земле хитрый и коварный маклер Феликс, который получает в народе имя одного из самых жестоких героев времен турецких набегов Али Пашин, а также картины народного бунта. Сцены бунта у Цанкара передаются с использованием цветового кода «Кровавая заря на востоке», предшествующие опасности, пожар, словно красным плащом накрывший замок Али Пашин, а самих восставших он представляет как черных сватов, пришедших на свадебный пир дочери Али Пашин. Лейтмотивом звучит мысль, что люди не могут себя спасти, если верят в избавителя. Следы этой парализующей воле веры его герой видят в опустевших деревнях и селах, в которых остались лишь царики. Если народное описание Золотого века связывается у Цанкара с реальными событиями XVI века, то основная повесть об Али Паше и его притеснениях, отмеченная всеми чертами народного сказания, имеет двойной смысл. С одной стороны, писатель отсылает своего читателя и его историческую память к тяжелым годам господства Фридриха III, отвоевавшего эти земли у матья Шакурвина. С другой, очевидна отсылка к реалиям более позднего времени, начиная с поселев революционных событий 1848 года и далее. Вплоть до времени начала аграрного кризиса 1870-х годов. За достаточно короткий период времени всеобщая эйфория, связанная с полученными свободами и освобождением крестьян от многих повинностей, сменилась периодом разочарования в связи с ужесточением налогов, а начавшееся разорение крестьянских хозяйств вызвало первый вал массовой миграции. Годы эйфории Цанкар передает благодаря весьма емкому понятию матьяжевания, а их осуждения вкладывают в суда самих крестьян. Так, воспоминания о Золотом веке, когда правил король-матерь, Цанкар делает ключом к пониманию царящих в славянском обществе настроений в годы экономического кризиса. То есть две важные для славянцев исторические вещи. В своем художественном произведении он связывает именем мифологического героя, благодаря сложившемуся в народном сознании культу которого дает художественную оценку этим историческим событиям. Цанкар, отойдя от замысла исторической драмы при создании повести «Бродяга Марка» и «Король Матьяж», отказывается от воссоздания хода самих исторических событий, а старается передать его через рефлексию своих героев на события давно прошедших дней. Иными словами, само историческое событие, вычлененное из потока времени, оказывается недоминирующим. Оно играет вспомогательную роль. Важным оказывается то, что, соединяя сохранившиеся в памяти народа воспоминания о народных восстаниях и неизбывную веру в короля-заступника, вводя значимый для народной картины мира мифологический образ, писатель старается соединить, восстановить дух исторического времени, при этом ставит перед собой задачу и решает ее найти связующие нити с последующими этапами славянской истории. Другой важной темой, раскрывающей взгляды Цанкара на ход истории, становится темой Первой мировой. Она принесла тяжелые испытания не только славянскому народу, о будущем которого в эти годы размышлял писатель, но и ему самому. Как уже было сказано, его обвиненного в сербофильстве арестовали, и уже 23 августа 14-го года он оказался в Люблянской крепости. А в конце 15-го он был призван в армию и провел около полутора месяцев в учебных лагерях в Юденбурге. Годами ужаса назвал он это время, впечатления от событий которых, которого легло в основу многих его рассказов, впоследствии объединенных в его книге «Моя нива» и «Подоба и сань» — «Видение». При этом писатель намеренно отходит от прямого обращения к описанию ужасов войны, а выбирает свой пульс. Своё неприятие, набирающее обороты бойни, он сумел выразить с помощью символических и религиозных образов и насказаний, часто в форме страстной исповеди, сумел передать глубокую обеспокоенность судьбами народов и человека на войне. В книге «Видение», опираясь на христианскую мифологию, он вводит мотив страшного суда, спасения и знамения судьбы, которые появляются уже в первом рассказе «Зеркало», когда человек Божий стоит перед зеркалом, поставленным Божьей десницей. Но постепенно библейские образы у Цанкара трансформируются и рождаются новые метафоры. В рассказе Лида из цикла «Из чужой жизни» перед нами будни лагерной жизни в Юденбурге с чётко выверенным распорядком военных упражнений, почти автоматическими движениями рекрутов, выполняющих команды командиров. Всё казалось неестественным и странным. Резкими, будто деревянными шагами, шеренги солдат двигались зад-вперёд, направо-налево, сходились и расходились, внезапно, словно подкошенные падали, тут же скакивали, маршировали в одном направлении, в другом, пускались бежать, и вдруг, как вкопанные, останавливались перед забором. Этому, буквально закипнотизированному войной миру, в котором даже балки над головой спящих в бараке солдат кажутся крестами на могилах, автор противопоставляет мир естественный, природный, а марширующим, словно деревянные солдатики, рекрутом собаку Леду, всем своим видом выражающие непонимание и осуждение происходящего. Ещё более определённым становится стремление дать философское осмысление последствий войны в рассказе «Господин капитан, господ сотник», где в рамках оппозиции «Жизнь, смерть» писатель создаёт образ огромной художественной силы. Капитаном в чёрной шинели, забирающим из строя лучших молодых солдат, видит писатель смерть в эти годы. Так, в произведениях, посвящённых войне, Цанкор формирует устойчивый мотив остановившегося, словно замерзшего времени, а созданная им аллегорическая фигура подчёркивает значимость оппозиции «Жизнь, смерть». С необычайным даром проведения Цанкору удалось выделить и воссоздать в художественной форме ещё один важный для его народов исторический период, эпоху рубежа XIX-XX веков, когда экономический кризис вызвал массовое разорение многих крестьянских хозяйств и ремесленных мастерских, и как следствие этого вынужденную массовую эмиграцию словенцев. Хотя эмиграция в Германию, Америку, имела место и ранее, но, как отмечают славянские истории Нычак и РП на стыке столетий, этот процесс вызвал огромные демографические потери. уехало более 250 тысяч словенцев. Я уже заканчиваю, чуть-чуть осталось. Итак, тема эмиграции вошла во многие произведения Цанкора. В романе «Крест на горе» писатель создаёт образ Тони Американца, молодого крестьянского парня, некогда уехавшего на заработки в Америку, который возвращается домой на побывку. Однако все его мысли и надежды на будущее уже связаны с чужбиной. Картину страшного запустения, последовавшего после массового исхода разорившихся крестьян в поисках лучшей доли, создаёт писатель в повести «Бродяга Марка и король-матяж». Ядром этой картины становится описание мёртвой деревни с пустыми тёмными домами, в которых забиты все окна и закрыты все двери, где царит друг запустения и где остались доживать свой век одни старики. А образ покинутой сыновьями тетушки Агаты в этой повести в полусонных видениях героя преображается в образ родной земли. Осознавая историческую значимость этого процесса, способного повлиять на выживание и сохранение его народа, Цангар обращается к теме эмиграции и в более поздних произведениях. В 909 году он пишет повесть «Курент» и повесть о двух молодых людях. В первой тема эмиграции служит для создания полной картины происходящего на его родине. В заключительной пятой главе герой Цангара, который прочитывается и как художественный вариант фольклорно-мифологического образа Курента, и как аллегорический образ народного поэта, живущего одной жизнью с народом, оказывается среди тех, кто устремляется на чужбину и с тоской в сердце прощается с родным краем. Он слышит их последнюю песню. «Улыбнись нам на прощание, родина несчастная, превыше всех любимая. Улыбнись нам, мертвым без тебя, ибо что нам на чужбине веселье, юность и жизнь». В повесть о двух молодых людях тема «Вынужденная эмиграция» оказывается в центре повествования. Там молодые люди пытаются, решают разлучиться с надеждой, чтобы, разбогатев в чужих краях, построить свое счастье. Она уезжает в Любляну из своего родного села, чтобы служанкой поработать и набрать денег на свадьбу. Он, по примеру своего друга, отправляется в Америку. Однако их романтические ожидания вскоре сменяются горьким разочарованием. Через судьбу простого славянского парня из Крайны Цанкар, который прошел путь от восторженного искателя счастья до почти потерявшего человеческий облик бездомного бродяги, пополнившего ряды многотысячной армии безработных, Илон Цанкар раскрывает тему эмиграции рубежа веков. Подытоживая сказанное, хочу отметить. Илон Цанкар вслед за Францей Прошерном воспринимает время как прошлое, настоящее, будущее и ставит акцент на судьбе славянского народа. Говоря об историческом времени, он выделяет как сакрально отмеченные, так и профанные его отрезки. Особое внимание он уделяет тем моментам национальной истории, которые в народном сознании подвергли своеобразной сакрализации Золотой век. Излюбленный прием писателя этого создания исторического эпизода или этапа через обращение к фольклору и народной мифологии, в том числе и ее героям. Для некоторых исторических процессов, например, эмиграция, он вводит тему разрыва человека с Родиной. Иными словами, опираясь на предложенную Ниной Давидовной Альтюновой схему моделирования времени в терминах пространства и движения, писатель показывает нам, что путь человека неотделим от потока времени. Спасибо. Спасибо, Татьяна Ивановна. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok